Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя, цепь переключателя низкая, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Audi, Ford, BMW, Lincoln, Chrysler и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P2558 и соответствующие коды P2556, P2557 и P2559 связаны с датчиком уровня охлаждающей жидкости двигателя и, или цепью переключателя, некоторые автомобили оснащены датчиком уровня охлаждающей жидкости или выключателем, Как правило, он работает с использованием некоторого типа поплавка, аналогичного тому, который использует ваш прибор для отправки газовых датчиков, если уровень охлаждающей жидкости падает ниже определенного уровня, это завершает цепь и говорит PSM, модуль управления трансмиссией, установить этот код Когда PSM обнаруживает напряжение или сопротивление в цепи датчика, переключателя уровня охлаждающей жидкости двигателя, который слишком низкая ниже нормального ожидаемого диапазона, будет установлен код P2558 и может загореться лампа проверки двигателя или низкого уровня охлаждающей жидкости, перегрева, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода является умеренной, потому что, если уровень охлаждающей жидкости двигателя падает слишком низко, существует вероятность перегрева двигателя и серьезного повреждения, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2558 могут включать, загорается контрольная лампа системы охлаждения, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода P2558 могут быть, неисправный датчик уровня охлаждающей жидкости или переключатель, неисправный или поврежденный датчик уровня охлаждающей жидкости, проводка переключателя, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, дефектный предохранитель или плавкая вставка, если применимо, дефектный ПКМ Какие шаги по устранению неполадок P2558? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и конфигурации двигателя, трансмиссии, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении Вторым этапом является поиск всех компонентов, связанных с контуром уровня охлаждающей жидкости двигателя, и поиск явных физических повреждений Возможные места для этого датчика или переключателя могут включать в себя резервуар охлаждающей жидкости или переливную емкость, или радиотор Обратитесь к инструкции по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить местоположение в вашем автомобиле, выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов, этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая PSM, проконсультируйтесь со специальными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и посмотреть, есть ли в цепи предохранитель или предохранитель Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, эти процедуры требуют цифрового мультиметра и конкретных технических справок для транспортного средства, в этой ситуации датчик давления масла может облегчить процесс устранения неисправностей, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет Продвинутые шаги